сегодня вы почитаем нет страницы торы которые говорят о празднике песок то что мы читали в сеновое в первый день посоха во второй я буду читать это у нас недельный раздел бон 21 стих по 51 то что первый день читается в сеновое и созвал маши всех старейшин израиля и сказал им купите или возьмите себе ягня для семейств ваших и режьте пасхальную жертву возьмите пучок и сопа и макете в кровь что в сосуде и положите к притолоке и к обеим косякам что в кровь что в сосуде вы же не выходите за двери дома своего до утра все вышли так сказал маши взяли траву самую низкую сок называется и изнутри домов надо было обмазать притолкуя боя косяка кровью и пройдет бог чтобы поразить египтян видит кровь на притолоке и на двух косяках именует бог этот вход и не даст ангелу губителю войти в дома ваши чтобы поразить вас и пусть это будет законом для вас и для потомков ваших навеки и будет когда придете в страну которую даст вам бог как он обещал соблюдайте это служение семей зелу просто праздник песок соблюдать никто больше не будет прикладывать и соб с кровью к притолоке и к обеим косякам тем более жертвы режутся только в храме и когда скажут вам сыновья ваши что это заслужение у вас скажите эта жертва пасхальная бога который миновал дома сынов израиля в египте когда поразил он египтян а наши дома спас и поклонился народ и полниц и пошли и сделали сыны израиля как повелел бог маши и арону так они и сделали и было в полночь бог поразил каждого первенца в стране египетской от первенца фараона который должен сидеть на троне и до первенца узника который в темнице и всех первенцев скота чего это должны быть наказаны узнике что в темнице и то что везде каждый на своем месте от фараона до узника все издевались от времени и и встал фараон той ночью и все слуги его и все египтяне и был вопль великий в египте ибо не было дома где не было бы мертвеца казалось бы всевышний говорит что паразит только первенцев а если у человека допустим первая дочка то уже у него первенца в доме ничего это друг не было дома не было мертвеца дело то что у египтян первенцы были и девочки и мальчики и мало того египтянки не соблюдали законы и спали с другими мужчинами его мог быть первенцем у того мужчины в общем это целое дело очень действительно все все египтяне пострадали и призвал маша рона ночью и сказал встаньте и выйдите из среды народа моего и вы и сыны израиля идите служить богу как вы говорили и овец ваших и коров ваших возьмите вы говорили и идите и благословите также и меня а египтяне торопили народ чтобы поскорее вызвать их из страны ибо сказали не все мы умрем то есть уже десятая казнь это уже столько они настрадались что они уже готовы все отдать лишь бы мы ушли и понес народ тесто свое прежде чем он усквасилась вошли свои увязанные в одежде свои на плечах свои это не говорит о том что 18 минут успели уйти нет это говорит о том что просто того чтобы быстро собрались так рам эльман это комментирует а сыны израиля зерри по слову маша и взяли в долг и у египтян вещи серебряные и вещи золотые и одежды а бог дал приязнь народу в глазах египтян и те давали и опустошили они египет я то что действительно куда египтян откуда у тебя такое богатство было я то что йосиф когда был голод во всем мире собрал все золото мира он собрал в египте и вот теперь египет стал богатейшей страной это всевышний цен для нас приготовил когда мы уходили всевышний дал благоволение египтянами они отдавали нам все то есть сделал так что египтяне на все отдавали и рассчитались нами за нашу работу которую вы там всем народом работали это все что за 500 лет приобрели приобрел весь народ начиная от рождения врагам а то сегодняшний день они у нас все забрали теперь все отдают и отправили сыны израиля из рамзеса в суккот около 600 тысяч пеших мужчин кроме детей а также многочисленная толпа иноплеменников вышла с ними и скот мелкий и скот крупный очень много скота это что это очень тяжелый вариант то есть никаких чудес всего это идите из рамзеса уходите то есть без чудес чудес были до этого дерева это уходите а все-таки человек родился в рабстве никогда не выходил за за те границы которые ему были положено и он вообще не по как можно пересечь границу естественно люди боялись уходить все и только пишется что пятая часть евреев нашла все силы и вышли остальные остались там и пекли они тесто которое вынесли из египта репешками пресными ибо она не сквасилась так как из так как они изданы были из египта и не могли медлить и даже пищи не запаслись времени же пребывания сынов израиля в египте 430 лет и было по истечении четырехсот тридцати лет тот самый день вышли все воинства бога из страны египетской что это за самый день получается день когда авраам заключил союз со всевышним главе лоха когда он режет животных птиц и режет был на разведке что всевышний ему сказал что 400 лет будут свои потомки угнетаемую чужой стране вот и потомки родились авраама через 30 лет когда будем что вот этот день выхода авраам сейчас 500 лет было бы вот так дату мы это знаем откуда мы просто прибавляем те 400 лет которые всевышний которые всевышний говорит дате рождения исхака и получается что мы в египте были 210 лет вот так это ночь хранимая богом для того чтобы вывести их из страны египетской это та самая ночь хранимая богом для всех стран израиля во всех поколениях их то есть наш отец врагам родился в 1948 году 2448 году через пятьсот лет ровно мы ушли из египта и от рождения исхака получается 400 лет как всевышний говорил а заключение союза с врагом между половинами получается 430 лет здесь два раза повторено 430 лет да есть люди которые четко говорят нет раз написано что время пребывания цена в израиле в египте 430 лет то мы там и были 430 лет это действительно серьезные раввины так считают но раньше говорит что если бы это было так то мы знаем что яков спустился своей семьей в египет и он спустился со своим внуком он был дедушка машин и нам известно что он прожил 133 года а потом у него родился сын амрам время его жизни его прожил 137 лет если сложить если даже учесть что кегат родил его последний день своей жизни и сам родился на прямо перед ходом египет то будет 270 лет максимально и написано что маша было 80 лет когда мы вышли из египта то есть тогда какими 270 если представить себе шоу мрам последний день своей жизни начало это 30-ти годах нам невозможно поэтому мы жили в египте 210 лет а если взять почему пишет все вышли все время 430 по всевышнему можно только верить относительно хорошего полностью потому что он все равно все что говорит доска не выполняет тем более родился этот сын аврагама и который был такой праведник все 180 лет жил как совершенный праведник и естественно ни о ком рабстве не могло быть и речи искал яков родился он праведник тоже невероятный вот он 130 лет прожил спустился в египет ни о ком рабстве не могло быть и речи в самом египте также и потом после него жил йосиф который был праведник и ни о ком рабстве вообще речь не шла и даже когда еще оставались живы представители всех двенадцати колен пока последний леви не умер мы рабами тоже в египте мы там очень хорошо жили только после смерти уже всех родочайников колен когда умер леви тогда мы уже стали рабами и вместо того что всевышний говорит четыреста тридцать лет осталось всего сто шестнадцать лет рабство сто шестнадцать лет мы реально были рабами потому что мы себя не вели так так учили нас фрацы вот так сами виноваты и сказал бог обращаясь к маше агрону вот закон о пасхальной жертве никакой чужак не должен есть ее а всякий раб купленный за серебро когда обрежешь его может есть ее поселенец и наемник пусть не не ест ее то есть мы поселенец наемник может быть из других народов обрезанный допустим но есть не может в одном доме пусть сидят ее не выноси этого мяса из дома и костей с ним не ломайте то есть почему нельзя ломать кости жертвы пессах это нам трудно сказать все другие жертвы пожалуйста нигде нам всевышний говорит и режьте мирные жертвы ешьте как хотите ломайте кости не ломайте это ваше дело вы имеете право есть как найти душу здесь та же мирная жертва и нет ломать кости нельзя мы можем только догадываться у нас нет четкого комментария почему нельзя там кость поломать что мы можем догадываться допустим если пожарить животное на огне там как это положено то кости они по-любому на огне не прожарятся потому что внутри костный мозг сломаем его поедим получится он не жареный будет как бы он печеный вареный но не жареный поэтому может быть из-за этого ну нам это не дано знать просто можем как-то представлять почему в общем после того как эта трапеза совершена в песок первый день заканчивается остальное от него сжигается называется натарм все общество израиля должно приносить эту жертву если поселиться с тобой пришелец то чтобы ему совершить пасхальную жертву богу пусть пройдет обрезание всякий мужчина у него тогда и тогда пусть приступит к совершению ее и будет как житель страны но никакой не обрезанный не должен есть ее один закон да будет для жителя и для пришельца живущего среди вас то есть обрезание даже если человек не виновен в том что его не обрезали эту ситуацию мудрицы описывают бывает что два ребенка умирают первых от обрезания что есть болезнь это не сворачиваясь крови и третьему ребенку тогда который рождается уже не делают обрезание в восьмой день и когда уже были большой будет ему делать обрезание чтобы не дай бог это не случилось это не повторилось у моей бабушки такой случай был братья моего папы двое умерли это тетя рассказывала что это было давно это было довольно еще тогда это 90 лет назад и сколько там прошло в общем и поэтому такой ребенок есть поясок жертвы не будет хотя он в этом ни в чем не виноват и сделали все это сыны израиля как бог повелел маше и агарону так они сделали и было в тот самый день вывел бог сынов израиля из страны египетской по ополчениям их первое не опасных отрывок мы только что прочли кто хочет рассказать сказать спросить не стихняйтесь пожалуйста сейчас будем читать второй день так это у нас по экран по экран по экран по экран 22 26 так 26 так это недельный раздел эмор и говорил бог обращаясь к маше так когда родится бык или овца или коза то семь дней должно пробыть животное под матерью своей от восьмого дня и далее будет пригодна для огнеполимой жертвы богу то есть наши мудрецы говорят что один шаббат животное все равно должно прожить на земле раньше в жертву принести нельзя в общем восемь дней прошло тогда можно восьмой день то есть восьмой день не раньше но быка или барана не режьте в один день с потомством его хорошо пишет говорит хотя написано мужского рода бык и его сын баранова сын но надо понимать что здесь имеется ввиду самка с детенышем вот так хотя написано животное мужского пола ну действительно если это бык то можно определить и там немножко у человека один там бык если корову может определить то отец то сын это понятно а когда у нашего братца Якова было сотни тысяч скота эти овцы где он мог знать кто из них отец кто из них сын а самку с детенышем видно вот так раньше говорит вообще надо понимать именно женщину женского рода буквально его и детеныша его этот закон примен только к самкам хотя мы находим в стихе личное местоимение мужского рода запрещено в один день закалывать самку мать и ее детеныша мужского или женского пола но это не относится к самцам и разрешается закалывать самца и его детеныша в один день Тараша находит сифра кулин 78b его и его детеныша предполагается также запрет закалывать в один день его детеныша его то есть раньше детеныша а затем его мать тоже отсюда сифра кулин 82а вот так так и когда вы режете благодарственную жертву богу то приносите ее так чтобы она приобрела вам благоволение в тот же день следует ее съесть не оставляйте от нее до утра я бог то есть если это жертва мирная благодарственная вот такая цель есть нам в тот же день до утра все есть жертвы мирные которые разрешено есть два дня и ночь между ними есть жертвы которые режутся вот день и ночь и все надо резать и надо уже и надо уже остатки сжигать если не доели и соблюдайте западе мои исполняйте их я бог и не бесчестите святого имени моего чтобы осветился я среди сынов израиля я бог отвечающий вас который вывел вас со стороны египетской что быть вам всесильным я бог и говорил бог обращаясь к маша так говорится нам израиля скажи им праздники бога которые вы должны называть священными собраниями вот праздники мои шесть дней будет совершаться работа а в седьмой день суббота покоя собрание священное никакой работы не делайте это суббота бога во всех местах поселения вашего вот праздники бога то есть главный праздник у нас суббота здесь сразу все вышли нам показывают вот праздники бога священное собрание которое вы должны созывать в назначенное для них время первый месяц 14 день месяца в сумерки песок богу то есть у нас 14 день месяца нисан считается праздник песок и в 15 день этого месяца праздник опреснок богу семь дней ешьте преснок то есть 14 праздник песок а потом с 15 начиная семь дней это праздник опреснок опреснок получается первый день праздник песок потом праздника преснок 1 день священное собрание это будет у вас никакой работы не делайте и приносить огнепалимые жертвы богу семь дней седьмой день собрание священное никакой работы не делайте в праздник песок мы не приносим других жертв то есть утреннее идет жадопрешение обычная 2 огненка все если это суббота допустим добавили еще 2 огненка на субботу там все что положено но когда после полуденное время мы готовимся к песоку мы режем только два вида два вида ж то есть мы приносим жертву песок в первую очередь и дополнительную жертву которая называется хагигаб может таких идеальных ягнят и козлят не так просто найти поэтому может быть один ягненок будет на много семей чтобы найти его идеального без порезов ни хромого ни косого идеального не так-то просто а всего мяса нужно чтобы выполнить заповедь один козаид с маслиной но ты же не можешь быть после праздника голодный какой должен поесть нормально мясо все поэтому дополнительные жертвы берется там режется и выклины бараны что угодно из животных какой найдешь для этой жертвы и едят эту жертву и после нее заканчивают трапезу вот этим козаидом жертвы песок и жертва песок может съедена быть только до утра получается до полуночи не надо позже чтобы не затянуть это а жертва да мирная жертва ее можно есть два дня и ночь между ними но чтобы мы не перепутали потому что все-таки пьем 4 стакана вина это не так просто и можем перепутать какое мясо из них песок какое хагида чтобы не перепутали мудрецы постановили что после этой трапезы первый день пройдет и сжигается весь остаток мяса какое бы не было хагида или песок чтобы мы ничего не нарушили вот так и говорил бог обращаясь к машетам говорится нам израиля скажи когда придете в страну которую даю вам и будете жать жатву то приносите амер из начала жатвы вашей коину и вознесет он амер перед богом вам благоволение во второй день празднования вознесет его коин и принесете в день вознесения мера годовалый огненка без порока жертву всесожжение богу и с ним хлебный дар две десятых эйфы тонкой пшечной муки смешно сливковым маслом в огнеполимую жертву богу плоха неоприятная богу и возлияние вина к нему четверть хина ни хлеба ни сушеных зерен ни свежих колосьев не ешьте до самого дня пока не принесли этой жертвы сильному вашему это вечное уставление для всех поколений ваших во всех местах поселения вашего значит мы должны ночью первый день Песоха заканчивается срезаем амер ячменя взмахиваем как там положим мудрецы это знают и после этого нам уже будет разрешено есть получается новый урожай вот там ячменяк и надо от этого дня отсчитывать сорок девять дней полных семь недель полных и все эти семь недель но должны они быть полными когда наступит праздник шавуот чтобы же он вышли звезды чтобы этот день полностью прошел сорок девятый вот так вот и мы это отсчитываем и каждый считаем сегодня у нас второй день амера вот так очень интересно мы знаем с вами что мы в празднике не работаем мы не можем не сеять не собирать урожай нам это нельзя всевышний нам это запрещает это не рабочие дни в любом случае праздничный или полупраздничный все равно праздник ну говорят мудрецы ну и как же нам поступать допустим мы же получается должны срезать амер и очменя это мы уже собираем урожай ну предписание тоже говорит сделать значит надо это сам всевышний сказал это уже другое дело он нам сказал да вы срежьте и принесите значит да это все как положено а если это год от шмиты когда нельзя не сеять не убирать весь год где его взять запрещает сеять от шмиты как сейчас он такой вот шмиты то мы узнавали это и рэпхайм зерницкий спрашивал в торонто больших раввин а в общем они сказали он свою раввину спросил и он ответил ему что что это тоже прямое повеление торы не написано в истории что если это год шмиты что вы эту запад не должны выполнять вот всевышний предписал значит какой-то небольшой участок нужно специально засеять для того чтобы взять этот очмень и выполнить эту запад вот так он сказал интересный ответ есть другой ответ трам юделевичи строкната макот там другое мнение рассказывал когда в общем мы сейчас не будем вдаваться я просто нехорошо пуплю где точно в строкнате макот она находится но факт тот что это непростое дело бывает предписание всевышнего которые которые говорят о необычных вещах то есть всевышний говорит нельзя там в субботу огонь разжигать а в храме всевышний предписал допустим нельзя носить одежду смешанные ткани шерсти на месте а в храме всевышний предписал это специальное предписание а считайте себе от второго дня празднования от дня принесения вами мера возношения семь недель полными должны они быть до дня по седьмой неделе считайте пятьдесят дней и приносите новый хлебный дар богу от поселений ваших приносите два хлеба возношения из двух десятых частей эйфы тонкой пшеничной муки должны они быть квашенными да будут испечены это первинки богу вот уже когда мы принесем вот эти два хлеба в храм квасных праздник нам уже разрешен для употребления новый урожай пшеницы то есть если ячмень разрешается после принесения мера то вот здесь пшеница с праздника нам разрешен вот именно квашеные это предписание видно и коины едят эти хлеба я не знаю в общем вот такой вот кроме хлеба принесите семь годовых огнят без порока одного молодого быка и двух бараном они будут жертвой все сожжение богу и хлебный дар и воздение к ним в огнеполимую жертву благохания приятная богу и приготовьте одного козленка в грешительную жертву и двух годовых огнят жертву мирную очень интересно здесь это все разобрано то есть мы же с вами читаем глупин хас написано что праздник шавот приносит два молодых быка одного барана семьи огнят в общем козла в грешительную жертву мы это все читаем тут тут тоже глава и мор пишет только пишет по-другому пишет пишет кроме хлеба принесите семь годовых огнят без порока и одного молодого быка и двух баранов то мы же знаем славы пенхаз что идет два барана здесь там идут получать два быка и один баран а тут наоборот один бык и два барана то что это такое вообще трудно себе представлять почему это в одной главе второй так в другой так сколько же их надо приносить интересно раши пишет то сложи все вместе и все и будет три быка три барана в общем все поскладывай и все но это конечно шутка он раши говорит то что лаве пенхаз это приносит само собой а вот эти животные кроме тех приносятся вместе с двумя хлебами эти эти животные идут вот этим двум хлебам квашеным в честь праздника что вот вот дополнительные идут вот эти жертвы это естественно получается как что у нас три быка три барана вот четырнадцать огня вот так вот что это дополнительная жертва удивительная так конечно работает и приподнимет их коин при хлебах первого урожая в знак посвящения богу с двумя огня там и они будут посвящением богу для коина и провозглашайте этот самый день священное собрание будет у вас никакой работы делаете это вечное установление во всех поиск селениях ваших для всех поколений ваших а когда будете жать жатву в стране вашей не дожинай до края поля своего когда жнешь и опавшая от жатвы твоей не подбирай бедному пришельцу оставь это я боксе сильный ваш это мы с вами разбираем в трактате который называется пиа нельзя полностью собрать весь урожай оставить бедному пришельцу надо сколько это тоже не пишет тора не пишет тора сколько надо точно оставить ну мудрецы говорят надо одну шестидесятую оставить они говорят вот так такое мнение то есть и говорил бог обращаясь маши так так скажется нам израиля в седьмой месяц первый день месяца пусть будет у вас спокойно поминание о трубном звуке священное собрание никакой работы не делайте и приносить огнепаливая жертву богу это у нас идет 7 месяц первый день месяца это рожка шана и говорил бог обращаясь маши так но в десятый день седьмого месяца этого день искупления священное собрание путь будет вас и смиряйте души ваши и приносите огнепаливая жертву богу что смиряйте души ваши мудрецы сходится во мнении что это именно пост что это не истязание не избивание себя ничего это именно пост и никакой работы не делайте в этот самый день ибо этот день искупления чтобы искупить вас пред богом всесильным вашим а всякая душа которая не смирится в этот самый день которую добудет от народа своего и того кто будет делать какую-либо работу в этот самый день истребляет душу его из среды народа его очень серьезный день суббота суббот емкий пор никакой работы не делайте это вечное установление во всех поколений для всех более вашего всех поселениях ваших это суббота покоя для вас и смиряйте души ваших десятый день месяца вечером от вечера до вечера соблюдайте покой ваш самые счастливые дни у нас 15 число месяца авт и емкий пор то есть емкий пор все вышли снимает нас нас все наши грехи поэтому считается счастливым днем 15 а вот день когда люди женятся в общем это день когда прекратили умирать люди в пустыне поднялись по всевышний уже нас пожалел чем такой день у нас есть 15 а вот и говорил бог обращаясь к машет так скажи сынам израиля так в 15 день седьмого месяца это праздник суккот 7 дней богу в первый день священное собрание некую работу не делаете 7 дней приносить огнеполимые жертвы богу 8 10 собрания будет у вас и приносить огнеполимые жертвы богу праздник собрания это никакой работы не делайте вот праздники бога которые вы назначите для священных собраний чтобы приносить огнеполимые жертвы богу жертвы сажение хлебный дар жертвы и возлияние каждая в свой день всех суббот бога и сверх даров ваших и сверх всех обетов ваших и сверх добровольных даров ваших которые вы будете вы приносить богу но в 15 день 7 месяца когда собираете вы плоды земли празднуйте праздник бога 7 дней первый день покой и восьмой день покой и возьмите себе в первый день плод дерева великолепная и на это и друг у него прекрасный запах и прекрасный вкус порядок цитрона ветви пальмовые финиковые пальмы и распустившиеся ветви у них прекрасный вкус но финикового запаха нет никакого советую средним людям и отростки дерева густа лиственного это мир у него прекрасный запах вкуса нет тоже от соответствует средним людям и трохас отправить ником и вербричных ни вкуса ни запаха соответствует грешникам и в соединительное все эти растения вместе то что всевышний хочет мы все были вместе это ему угодно и радуйтесь перед богом сильным вашим 7 дней и празднуйте этот праздник богу 7 дней в году это вечное устояние вы для всех поколений ваш седьмой месяц празднуйте его шалах шаг живите 7 дней каждый житель страны израиле должен жить шалаше то есть в израиле пишет тора надо жить шалаше каждый житель страны а вот допустим оси суббота выполняется где бы вы не жили пишет также и кровь его вы не жили вы должны вылить на землю приспать кровью а вот именно за сход что в израиле обязаны жить шалаше дабы знали поколение ваше что в шалашах поселилась но в израиле когда вывел их из страны египетской я боксе сильный ваш и обвел маши о праздниках бога сынам израиля кто хоть что-то рассказать сказать спросить не стесняйтесь пожалуйста нет читаем хаппицхайм любите делать добро ежедневные уроки умение давать уроки рава фишеля шехтера по книге хаппицхайм ават хэсэд перевел на русский язык и далее спинами день 12 12 тише 12 нисана ават хэсэд раздел 2 глава 5 пополнение счета сегодня использую возможность для хэсэда как средство помочь моей общине и еврейскому народу в трудное время аврагам исхак и яков оставили детям величайшее в мире наследство еврейский народ до сих пор продолжает обращаться к нему за поддержкой защиты но последующее поколение столько забирали из этой сокровищности не пополняя что сейчас баланс находится на угрожающий низком уровне и все же этот источник заслуг критически необходим и время в час бед однако этот счет надо пополнять и это можно сделать только с помощью хэсэда первоначальный вклад на этот счет внесли братцы своей жертвенностью они заложили основу веры и служения творцу вы стояли во всех испыт вы стояли во всех испытаниях молились о потомках и этим создали защитный кокон вокруг еврейского народа внутри него сформировался народ вырос и занял свое место в мире потом пережил унижение и бедствие рабство блуждание в пустыне и заселил землю израиля заслуг отцов хватало чтобы защищать детей во всех последующих изгнаниях преследованиях войнах и несчастьях но они все умножались в талмуде траве до пар ханан говорит от имени рава тарахи асэм сказал народу израиля если увидите что уменьшается слуги ваших великих отцов и матерей потому что от них все берут и берут тогда идите и свяжите себя с делами добра добро это ответ как ясное слово пророка если люди проявляют друг другу доброту милость моя не оставить тебя и шая 54 10 мудрецы говорят что наши пророки постепенно привлекли присутствие ашема в сферу человеком где он может его коих хотя бы мимолетно воспринимать а врагам начал этот процесс сделай людям добро это было первое восприятие человеческой природы творца все пророки продолжали это пока у горы сина и ашем не открылся каждому из народа израиля добро которое пророки внесли в мир было мощным и стойким она поддерживала народ много поколений и каждый еврей может увеличить эту заслугу для своего поколения и последующих поколений совершая добрые поступки сегодня наш урок заканчивается всем все самое лучше всем брахам парнасакова на базу тошим это час не грешили изучали тору всем кошерного веселого песоха до встречи блинедор в четверг в час дня спасибо спасибо так же